Бег. Простой и невероятно полезный вид физической активности, доступный многим. Бегать можно где угодно. В парке, по тротуарам, на стадионе. Давайте рассмотрим, какие изменения произойдут в вашем организме, если вы начнёте бегать каждый день. Так что досматривайте до конца, будет интересно. Кстати, друзья, подпишитесь на наш канал и колокольчик тоже нажмите, не пропускайте новых видео. Начать бегать регулярно может быть трудно, но если вам всё-таки это удастся, вы получите множество бонусов. Например, вы станете счастливее. Согласно исследованию, 30-минутной пробежки достаточно, чтобы улучшить настроение человека, страдающего депрессивным расстройством. Причём совершенно не обязательно двигаться быстро, чтобы получить этот эффект. Он наблюдается даже у тех, кто бежит в темпе ходьбы. К тому же, когда вы бегаете долго, в организме начинают вырабатываться эндорфины, что вызывает у вас чувство подъёма или так называемую эйфорию бегуна. Вы сожжёте много калорий. Бег требует много топлива, то есть калорий. К примеру, 70-килограммовый бегун сожжёт 12,2 килокалории за минуту бега в темпе 6,5 минут за километр. За полчаса он сожжёт 366 килокалорий. И это касается бега по равнине. Выйдите куда-то, где вам придётся бежать против ветра или в горку, ускорьтесь и сожжёте гораздо больше калорий. У вас будут крепкие колени. Вопреки распространённому мнению, бег положительно влияет на здоровье коленей, даже если вы бегаете марафоны. Учёные выяснили, что бегуны реже страдают от болей в коленях и остеоартрита, чем те, кто бегом не занимается. Всё дело в том, что бег помогает людям поддерживать индекс массы тела в норме, укреплять мышцы ног и кости. Что, впрочем, неудивительно. Каждый раз, когда вы касаетесь земли стопой во время бега, ваши мышцы, сухожилия и связки подвергаются стрессу, и им приходится адаптироваться и становиться сильнее. Занятия ходьбой, плаванием и другими активностями без ударной нагрузки не смогут укрепить ваши мышцы и кости, так как это сделает бег. У вас будет здоровое сердце. Аэробные нагрузки помогают укрепить сердечно-сосудистую систему. И, кстати, для этого даже не нужно бегать долго. Десяти минут медленного бега трусцой достаточно, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Правда, бегать придётся каждый день. Ваш мозг будет работать эффективнее. Если вы уже забыли, что ели вчера на обед или не можете вспомнить, куда положили ключи, немедленно надевайте кроссовки и бегите. Учёные доказали, что аэробные тренировки, которые повышают ваш пульс и заставляют потеть, улучшают работу гипоталамуса. А он, в свою очередь, отвечает за память и способность учиться. Вы будете крепче спать. В ходе небольшого эксперимента учёные выявили, что те, кто бегал регулярно в умеренном темпе не менее пяти раз в неделю по 30 минут, стали спать лучше, что само по себе полезно, и заметили улучшение в своём психическом состоянии. У вас укрепится иммунитет, и вы будете меньше болеть. Мы перечислили уже немало преимуществ аэробных нагрузок, но это ещё не всё. Регулярные аэробные тренировки продолжительностью 30 и более минут снижают риск смерти от разных форм рака. У вас будут красивые ноги, и не только. Самые крупные мышцы вашего тела сосредоточены в нижней его части, и бег нагружает их все. Вы прокачаете бёдра, икры и ягодицы с помощью одного упражнения. Но не только ноги задействованы в беге. Мышцы пресса и спины участвуют в стабилизации корпуса. Таким образом, бегая, вы прокачиваете всё тело. Как бегать каждый день безопасно? Чтобы избежать беговых травм, соблюдайте эти простые правила. Купите беговые кроссовки. Обувь для тренинга не предназначена для бега и не защитит вас от травм. Увеличивайте нагрузку постепенно. Обязательно занимайтесь чем-то ещё, добавляйте в свои тренировки плавание или велоспорт. Делайте упражнения на разные группы мышц. Не забывайте про разминку перед тренировкой и растяжку после неё. Найдите тренера, который укажет на ваши ошибки в технике и поможет их исправить. У людей, которые только начинают бегать, часто возникает вопрос, где же лучше – бег на улице или на беговой дорожке? Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее. Большинство увлечённых бегунов обитает в мегаполисах. Было бы здорово, если бы во всех крупных городах России погода была как в Майами, но это не так. Зачастую погодные условия настроены против тренировочного плана. И тогда на выручку приходят закрытые спортзалы со своей стабильной внутренней экосистемой. А на смену парковым тропинкам – беговая дорожка. Где же лучше бегать? Лучше бегать на улице и психологически, и для закалки организма, и для ощущения движения скорости. Всё зависит от условий и задач. Если вы живёте в экологически загрязнённом месте с загазованностью воздуха от выхлопов машин и заводов, то при беге на улице в организме будут накапливаться вредные металлы, что негативно скажется на здоровье. В таком случае лучше бегать на беговой дорожке в помещении с фильтрованным воздухом. Если же вы живёте рядом с парком, то лучше бегать на улице, чтобы насыщать организм кислородом и полезными фитонцидами. При беге на улице психологически проще выполнять тренировочный объём, проще варьировать скоростные режимы, да и тренировки на свежем воздухе проходят намного легче. В зале же часто бывает душно. Обязательно надо иметь с собой воду или спортивный напиток, если собираешься провести тренировку на дорожке. Не могу сказать, как влияет бег на беговой дорожке на технику бега. Вряд ли настолько отрицательно, как иногда об этом пишут. Многие зарубежные атлеты топового уровня периодически тренируются на дорожке, даже выполняют интервальные работы. Если погода и обстоятельства категорически против вашей тренировки на улице, то беговая дорожка придёт на помощь. А в других случаях бег на свежем воздухе будет предпочтительнее. А вы бегаете? Где вам больше нравится, на улице или на беговой дорожке в зале? Напишите в комментариях. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, надеемся было полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, дальше будет ещё много интересной информации. Друзья, вам также стоит посмотреть другое наше видео, в котором рассказываем о том, что будет с организмом, если отжиматься каждый день. Оно появится у вас на экране, а также ссылку на него я оставлю в описании. До новых встреч!